Это случилось. В этом году стартует первая в истории России миссия на Луну. В ее рамках планируется отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Ожидается, что модуль прилунится недалеко от кратера Богословского. Но прежде чем продолжу, важное заявление. В связи с частой блокировкой каналов на YouTube обязательно сейчас подпишитесь на новый канал Телеграм, а также Яндекс и Дзен. Ссылки оставлю в описании под видео. Как заявили в Роскосмосе, готовы запустить автоматическую станцию Луна-25 хоть завтра. Но пока этого не позволяет баллистика. Надо ждать до лета. Это будет запуск первого за более чем 45 лет отечественного аппарата на Луну. Российский аппарат Луна-25 должен стать продолжением советских станций одноименной серии и открыть долгосрочную российскую научно-исследовательскую лунную программу. Ее реализации предусматриваются миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю. Запуск Луны-25 будет произведен с космодромом Восточный, ракетоносителем «Союз-2.1», с разгонным блоком «Фрегат», который и выведет станцию на траекторию полета к Луне. Перелет по штатной программе составит от 4,5 до 5,5 суток, в зависимости от конкретной даты пуска. Во время перелета с помощью двигательной установки станции будет проведено две коррекции и после отработки тормозного импульса УНА-25 выйдет на лунную полярную орбиту. На ней АМС будет находиться от 3 до 7 суток, в течение которых станции и ЦУП должны быть выполнены тщательные траекторные измерения для формирования предпосадочной орбиты. Потом двигательная установка станции сведет ее с орбиты и обеспечит практическую нулевую скорость в момент посадки. Это должно произойти не позднее 12 дней с даты старта. Для посадки ученые Российской Академии Наук выбрали две точки. Основная к северу от кратера Богославский и резервная к югу-западу от кратера Манцини. Ну что же, пожелаем Роскосмосу удачи и будем надеяться, чтобы у западных, скажем, культурно конкурентов не появилось вновь желание помешать этому событию. А мешать, честно говоря, есть смысл, ведь на Луне сосредоточены полезные ископаемые, как железо, титан, алюминий, магний, сера, калий и натрий, а в поверхностном грунте найдены залежи такого редкого для землевещества, как изотоп гелий-3, который может использоваться как топливо в термоядерных реакторах. Думаю, далее комментарии излишни. Ну а тем временем интересны и очень важные новости и в области будущего российского подводного флота, и тот случай, когда наши разработчики не перестают удивлять. Арктур. Имя самой яркой в северном полушарии двойной звезды. Именно так специалисты ЦКБ МТ Рубин назвали свое новое детище. Концепт-проект атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения, относящегося к пятому поколению, а также приспособленного для несения боевого дежурства в водах Арктики. Его конструкция настолько необычна, что до сих пор не утихает обсуждение как в стране, так и за рубежом. Концепт Арктур ЦКБ Рубин строго утилитарен. Да, не всегда нам может быть понятно о предназначении тех или иных элементов перспективного подводного крейсера, но только из-за того, что конструкторы по понятным причинам не раскрывают всех секретов своего детища. Возьмем, например, необычные шестиугольные волноотбойники. Внешние крышки четырехторпедных аппаратов, если можно так выразиться. Почему выбрана такая необычная форма, я не берусь судить. Но дело даже не в форме, а в размерах крышек. Крышки волноотбойников, закрывающие 533-мм торпедные аппараты, находившиеся рядом с Арктуром, модели проекта 955 Борей А, заметно меньше. Очевидно, что четыре торпедных аппарата Арктура рассчитаны для стрельбы не 533-мм и даже не 650-мм торпедами, а более мощным оружием, а может быть для залповых выстрелов перспективными торпедами, ракетаторпедами и дальнобойными скоростными подводными ракетами. Ну и если уж мы коснулись лодок типа Борей А, которые на многие годы вперед останутся основой российских морских стратегических сил ядерного сдерживания, то продолжим сравнение. Надводное водоизмещение этих крейсеров 14 720 тонн, а подводное 24 000 тонн. Сотрудники Рубина сообщили, что за счет меньших по габариту новых баллистических ракет подводной лодки, водоизмещение Арктура сократится на 20%, что согласитесь, немало. Длина Бореев 170 метров, на Арктуре она сократится до 134 метров, при более объемном корпусе шириной 15,7 метра, против 13,5 метров, у лодок проекта 955 Борей. Экипаж концепта предполагается из приблизительно 100 человек, в то время как на Бореях он состоит из 107 человек. При этом, по сравнению с Бореями, Арктур более насыщен вооружением и другой военной техникой. За ограждением выдвижных устройств 12 пусковых установок. Они предназначены не только для выстреливания баллистических ракет, с маневрирующими боевыми блоками индивидуального наведения или с планирующими гиперзвуковыми головными частями, ну или транспортировки, выпуска и приема малых и средних автономных необитаемых подводных аппаратов, например, типа Юнона, разработки того же Рубин. А как известно, эти беспилотники могут заниматься разведкой, обследованием дна и не только. В шахтах баллистических ракет на подводной лодке может размещаться и другая полезная нагрузка. В корме субмарины между прочным и легким корпусом находятся ангары для больших, а если пользоваться американской, то есть вражеской квалификацией, то сверхбольших беспилотников. На модели Арктура и рядом с ней показали в свое время и макеты НПА «Суррогат» – модификацию. Он внешне отличается от ранее известного начального проекта «Суррогата», который предназначен для имитации акустических и иных полей, зарубежных и отечественных субмарин, а также при отработке противолодочных действий и дезинформации противника. Конечно, в ангарах Арктура может размещаться и другие дроны, в том числе самоходные подводные аппараты типа «Посейдон» с ядерной энергетической установкой и мощной ядерной боевой частью. При необходимости они значительно усилят ударный потенциал перспективных подводных крейсеров. Подлодка сильно отличается и от ранее спроектированных рубиновских лодок, и неспроста, и не для красоты. Разработчики подчеркнули, что скрытность остается главным свойством подводных крейсеров. Но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы. Цитирую. Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения Арктура – высокоширотной Арктики. Арктики, которая последние годы очень сильно тает, что в свою очередь все больше и больше привлекают внимание к этому району в многие страны. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиций в полынях. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца, заявил представитель ЦКБ «Рубин». Безвальная энергетическая установка. А вот это уже интересное решение. То есть у лодки не будет грибных валов, и львиная доля энергии атомного реактора пойдет не на их, скажем так, ворочение, вызывающее шум, а на подачу электричества на двигатели, расположенные в кормовой части. Через водозаборники они будут засасывать забортную воду, а потом силой выталкивать вовне, через прямоугольные сопла двух водометных движителей. Все это нацелено на снижение шумности, а значит и заметности субмарины. Когда же подобная субмарина окажется на воде – хороший вопрос. Как говорят сами специалисты «Рубина» не ранее, чем через 30 лет. А беря во внимание все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что «Арктур» – проект грандиозный и очень трудоемкий. Во-первых, нужно создать подлодку высокой эффективности, но меньше по размеру, чем предшественники. Во-вторых, способы обнаружения подлодок улучшаются. Следовательно, должны развиваться и способы, обеспечивающие скрытность. Ряд технологий для новой подлодки только предстоит создать, начиная от компактных реакторов и заканчивая компактными герпирзвуковыми ракетами. Предполагается, что «Арктур» придет на смену крейсерам проекта 955А «Борей» и станет носителем более совершенных МБР. Ну что же, поживем-увидим. На этом все, дорогие друзья. Обязательно подписываемся на новые каналы в Телеграм и Яндекс.Дзен, так как канал на Ютубе могут в любой момент заблокировать. Также хотелось бы услышать ваше мнение и какую тематику еще добавить на канал. Субтитры создавал DimaTorzok